Нет прививки, нет уроков. Детей, которые не прошли вакцинацию против кори, не будут пускать в школу. Таким образом, Минздрав и Минобразование пытаются остановить инфекцию. Правда, пока это только рекомендация и касается она только трех областей. Прислушались ли в школах, проверяли наши корреспонденты. Средняя школа в Шишорах. С сентября здесь заболели корью 13 детей. Больше всего в пятом Б. Тут навчаются 30 учеников. Три, трое дедочек. Перехворели на кир. Поднимите ручки. Сейчас у нас же работают, навчаются. Пятеро перебывают на аппаратном лечении. У Васи Соколюка переболела вся семья. Где заразился, не знает. Но точно не в школе. Ведь первые симптомы проявились еще до начала учебного года. Потом вирус подхватили мама и отец. Хотя все были привиты. Я в лекарстве деда. И еще и дома. Лекаре уже сказали, что можно идти. В сельской амбулатории, говорят, из 500 детей около 100 не привиты от кори. 30% имеют только одну вакцинацию. И 50% имеют две вакцинации. Не вакциновались, поэтому, возможно, не было вакцины. Неможливо, баки боялись. В области кори уже заболели 822 человека. Больше половины – дети. Кроме Ивана Франковской, вспышку вируса зафиксировали в Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Чтобы остановить распространение кори, директорам учебных заведений рекомендовали детей без прививок на занятия не пускать. Есть общий лист Министерства охраны здоровья Украины, Министерства освятия и науки Украины, где четко пишут, что вопрос о защите отзывания учебных закладов детям, которые не получили обязательно профилактические щепления против кори, является одним из основных противоэпидемических заходов с реагированием на спалах. Письмо пришло в начале сентября, говорят в департаменте, хотя в селе о нем ничего не слышали. В то же время директор школы уверенно, не пускать детей на занятия не имеет права. Все, что может сделать – донести эту информацию до родителей. А вот в Тернополе, где непривитых детей больше 8 тысяч, к рекомендациям министерств прислушались. Местные чиновники уверяют – прав детей это не нарушает. Запрет вступит в силу 10 октября и будет действовать, пока эпидемия не пойдет на спад. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ, телеканал Интер.